В рубрике «Герои нашего времени» мы рассказываем о людях, которые в сегодняшних непростых условиях не только сохраняют силу духа, но и совершают поступки, способные стать примером для всех нас. И сегодня мы поговорим с нашей гостьей Екатериной Ивановой. Здравствуйте, Екатерина. Добрый день, Максим. Ну, во-первых, разрешите поздравить вас с наступающим праздником. Сегодня вы его встречаете без мужа Дмитрия, если не ошибаюсь. Расскажите, почему так произошло? Муж у меня был мобилизован 8 октября. В настоящий момент находится на границе, охраняет наши территории и заодно кормит людей. То есть в буквальном смысле он повар? В буквальном смысле, да. Он, так получилось, стал поваром, хотя по профессии он не повар, он инженер по автоматизации. Но однажды, подежурив на кухне, его оставили там. Это, кстати, не первый случай в его жизни. До этого он у меня служил в морском флоте. И получалась аналогичная ситуация, когда он, однажды, подежурив на кухне, остался там. И в этот раз точно так же. Шеф-повар у них, их батальона по образованию, был шеф-кондитер Иван. Он ушел за ленточку, как они называют, ушел за другом. И вместо себя оставил моего мужа Дмитрия. Ну, понятно. Ну, значит, то есть до ухода Дмитрия у вас дома был, наверное, такой гастрономический рай. Конечно, конечно. У нас я плюс две дочки, они тоже активно готовят. Нет, подождите. Дмитрий готовил или вы? Я готовил. Я и дочки. Нет, Дима никогда у нас не готовил. Ну, не знаю, что это такое. Максимум яичница на выходных для семьи. Ну, парадоксальная, конечно, ситуация. Видимо, в боевых условиях даже какие-то неизвестные таланты у людей проявляются. Это правда. Он недавно научился готовить лепешки из манной каши, дабы она не пропадала. Добавил туда муку, яйцо, сделал оладушки. Здорово. То есть он теперь еще и делится рецептами с вами, как я понимаю. Немножко. Ну, кстати говоря, поддерживаете ли вы связь и как он себя чувствует, как, скажем так, боевой дух? У него и у ребят в том числе. Безусловно, связь поддерживаем, созваниваемся несколько раз на день, разговариваем буквально обо всем. О том, как прошла ночь, были ли обстрелы, было ли тихо, громко, что произошло, приехали ли ребята из-за ленточки, какие новости привезли, как прошел день, что он сегодня готовил, понравилось ли ребятам его стряпня. Обо всем на свете, чтобы он именно чувствовал себя недалеко, поближе. Ну, наверное, такой вопрос. А есть ли у вас в семье традиции празднования 8 марта? Есть одна случайно сложившаяся, абсолютно. Муж у меня рано утром, пока мы все спим, идет за цветами. Именно 8 марта. И в какой-то момент папа вернулся не с одним букетом для мамы, а с тремя, еще для двух дочек. Маме, конечно, букет побольше, дочкам поскромнее, но обязательно, да, цветы обязательно дарит. Конечно, праздники мы проводим вместе, стараемся куда-нибудь выезжать, что-то познавательное для детей устраивать. У нас в семье так принято, да, мы проводим досуг вместе, часто достаточно. Ну, тогда резонный вопрос, как будете праздновать его завтра, этот праздник? Я, как понимаю, на связь сможем увидеться обязательно. Обязательно, да. Выйду, конечно, на связь обязательно. Останемся вдвоем с дочкой пока что. Младшая дочка у меня дома, а старшая у нас уже школу закончила, получает дополнительное специальное образование в другом городе. Поэтому в этот раз мы вдвоем пойдем бабушку навестить, как раз маму Дмитрия, конечно, принесем ей цветы, тортик, посидим вместе. Может быть, еще кто в гости к нам заглянет на огонек. И я, я думаю, наши зрители восхищаются силой вашего духа. Хочется пожелать вам в этот день, наверное, ну, прежде всего, чтобы муж как можно быстрее не только навестил, но и вообще вернулся, вернулся домой к вам, к вашим детям. Пожелать вам счастья, здоровья и, самое главное, мирного неба над головой. Спасибо, что пришли к нам на эфир и рассказали такую интересную историю. Спасибо, Максим. Самое сложное, это, конечно, не понимать, когда, наконец-то, он постучится в дверь уже. Ну, ничего, я надеюсь, и думаю, наши зрители ко мне присоединятся, что это случится очень скоро. Спасибо вам. Спасибо. А я напомню, что в нашей рубрике «Герои нашего времени» мы беседовали с видновчанкой Екатериной Ивановой, муж которой, Дмитрий, сейчас выполняет боевые задачи в специальной военной операции. К другим новостям.